добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы и у нас недельная глава лахаха останавливается на очень важной заповеди заповедь обрезания всем это известно что на восьмой день тора говорит что надо сделать ребенку обрезание именно день наши мудрицы говорят так написано день то его надо сделать светлое время дня мы знаем пример когда наш маша маша рабейну идет в египет со своей женой с двумя детьми и уже вечер он готовится ко сну и тут страшное событие написано что маше мог бы умереть всевышний мог убить маше медража говорит что змей пролотил маше с ног до половины тела потом с головы выплюнул головы и цепора понимает жена маше что хочет всевышний что маше пропустил сделать заповедь обрезания своему сыну наши мудрицы говорят если мне что-то элиэзеру был как раз восьмой день маше вовремя не выполнил заповедь для такого праведника это не прощается если мы возьмем что мы были в пути 40 лет и не знали когда облако поднимется и не делали обрезание в это время 40 лет пустыни то всевышний нам это молчал он нам ничего не сказал когда мы перешли ордан и гоша сын ну на преемник маше и элиза аркоин обрезали весь народ кременными ножами это мы знаем но с таких праведников как маше спрашивается на толщину волоса очевидно он решил что придут в египет и там сделает обрезание что в дороге мало ли что пыль там не знаю цепора понимает что происходит и взяла цепора острый нож и обрезал крайнюю плоть цена своего и отпустил всевышний маше и сказала цепора нужна тебе кровь кровообрезание то есть настолько важная заповедь и всевышний пишет что не только сам человек должен обрезать своего сына но и всех кто у него в доме рожден рабы кто куплен за деньги из другого народа все должны быть обрезаны нам это не все понятно непонятно заповедь но раз всевышний так сказал мы выполняем и это считается союз между всевышним еврейским народом что мы обязаны так поступать если ребенок не здоров то откладывается обрезание пока выздоровеет в любом случае это делается в случае когда два ребенка умирает от обрезания то есть бывает такая болезнь не сворачиваясь крови такие случаи бывает и в этом случае тогда делают ребенка обрезание уже более старше в возрасте вот так вот и ради этой заповеди люди очень многие поступки совершали то есть один человек он был на партийной работе какой-то в советском союзе ответственный работник и он хотел сделать своего ребенка обрезание но за это полагалась тюрьма если он сделает когда его не было дома его мать восемьдесят шесть лет нашла маэля в сталинское время и сделала обрезание потом это стало известно и ее судили судили ее судя говорит прокурор там прокурор говорит шестнадцать лет хочет переговорить его к шестнадцать годам тюрьмы но адвокат говорит ну что вы хотите это сумасшедшее как вы судят старуху говорит какие же она говорит большое спасибо судя говорит за что говорит мне восемьдесят шесть лет и не знаю проживу ли я сегодня или этот год вы подавили шестнадцать лет и адвокат говорит ну кого мы судим и отпустили старуху выгнали ее были и другие случаи и очень интересное один человек был командир части красный командир двоенная часть у него на границе и он хочет сделать обрезание туда зайти никто не может и выйти зайти не может никто он договорился с маэлем что то здесь обрезание как я вам приду говорит ты перейдешь незаконно границу тебя поймают на границе и доставят сюда и ты сделаешь здесь обрезание маэль послушал и пошел его поймали пограничники побили притащили в часть так как и говорилось он сделал там все обрезание его оттуда выгнали то есть на такие вещи люди люди шли чтобы только выполнить эту заповедь вообще в советском союзе было очень опасно выполнять такую заповедь и грабец как зимбер был с янной памятью он говорит что выписывали из больницы на девятый день говорит я не знаю но возможно для того чтобы евреи вовремя не делали обрезание он говорит что он вышел на главного врача татарстана и что выписали жену чтобы он мог сделать обрезание своему сыну и ему это удалось и он сделал обрезание так маэль говорит десятки лет я не мог сделать обрезание на восьмой день не мог сделать а вот теперь я вот первый раз за много лет удалось сделать обрезание на восьмой день такие невероятные истории происходили происходили с людьми то есть не так то просто и могли в любой момент и поселить тюрьму и очень рисковал маэль и родители рисковали ребенка то есть это было очень все непросто в сталинское время выполнять такую заповедь да те люди которые жили в средней азии в азербайджане когда другие народы рядом делали обрезание то не было таких трудностей а если в европейской части страны беларусь или украина и россия где люди жили это было очень опасно и большинство людей конечно не были обрезаны вот так вот но сейчас другое время и многие выполняют эту заповедь право как зимбер говорил что он был на обрезание человек которому было восемьдесят шесть по моему лет вот так вот даже так в таком возрасте он присутствовал на обрезание вот так то есть если это была какая-то заповедь обычная то раз столько время и внимание уделяла хотя она нам непонятно хотя смысл заповеди нам не очень понятно мы знаем что это союз и мы знаем что это надо делать и мы это делаем и все а на сегодняшний день наш урок заканчивается урок был дан за падение души владимир бен григорий павел бен ефим саму бен герш хая малков от йосем мира ботоврагам роза бот михаэль памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нахум за здоровье светлана бот клара шумон бен ицхак борис бен мария она бот ривка полина перв ботсоня сура лена бот лара женя бот ида анна бот елена евгений бен софья двойра бот мирям моисей бен ева ирина бот двойра йосиф бен раиса инесса бот мэль евгений бен берт эвгения бот ито фира бот она геннадий бен елена леор бен клара ольга бот светлана йосиф дан бен цара таня бот фрида ида бот рива вадим бен татьяна юрия бот бела йосиф яков йосиф бен рахель шумон бен мира фейга бот берта марк бен нина ира бот вера рафаэль бен клара хана цепора бот сара мазал парнаца сгулай рина ватури арон аре бен ри заросший дух арон аре бен двойра диз бен хумов галь бацара парнаца и бриют владель бен рая марина ват рая борис бен марина всего хорошего олегу марченко всем шаббат шалом всем желаю браха парнаца кавана мазал том что мы это время не крешили читали тору всем всего самого наилучшего пусть закончится эта война и хороших известий всем и до встречи шаббат шалом надеюсь наша встреча состоится в ем решен в 15